Самые выжимки из всего, что у нас получилось, без цифр почти, без всего. Просто семья смешанных врагов. Мы просто разнимались. Значит, 20-е годы, первое, что мы узнали, по статистике, 20-е годы это обычно то время, когда человек делает инсюбра. Это худшее время для того, чтобы этот выбор сделать, потому что Московский это просто модный. Дальше, да, по исследованию так показывают. По статистике, никто из внуков смешанных врагов не идентифицирует себя евреем. То есть 0% людей из этих врагов, ну, в общем, имеют какую-то связь евреями. Да, то есть отсюда мы видим важность еврейского брака, да. Процент разводов между евреями, он значительно ниже, чем между неевреями, в принципе. То есть это самый низкий процент разводов, какой мы узнали. Да, то есть еврей, в общем-то, выгоднее жениться с евреями. Болгатыми. С еврейками. Вот. Дальше, большинство разводов было в семье, где оба определялись, как и религиозен. И интермерридж, смешанный брак, в два раза чаще окончается разводом. Это на исследовании, на 91-й год, она показала такие результаты, например, да. То есть, ну, я думаю, это принципиально важная разница для человека, который, в общем-то, делает этот, ну, просто статистик. Да, смешанный брак, он получается статистически самый несчастливый. Если одна религия, мы выяснили, что шансы сильной расходы, то между евреями, в принципе, развод – это самая редкая. Мы с вами обсуждали, что, ну, люди думают, как бы, на котором устроится эта любовь, да, что их любовь, она вытянет их брак, да, и что, ну, любви можно построить крепкие отношения. Мы там выясняли, что это, в общем-то, одна из последних причин, которые строят крепкие отношения. И что, в принципе, судя по этой статистике, результатом, что мы изучали с вами тему любви себя, то есть, если ты любишь себя, то ты обеспечишь себе эти условия, чтобы твое будущее было хорошим, классным. И мне может... Хочешь медленнее? Да. У меня может... Скипает просто. Хорошо, ладно. Еще одна проблема, которая возникает в смешанных браках – это же дети без четкой самоидентификации. У них расшатанная голова, да, я вам рассказывал эту историю про еврея, самую первую, которую я знал, да, который... Тут мы говорили, ты, 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 жить, тут нам показали, ты, ты не еврей, да, и у него просто так началось такое расстроение головы, и это очень неприятная ситуация, в которую можно попасть. Я говорю, сейчас я нащелку вас вперед. Ну, и где опыт роста еврея – это самый лучший вариант и для... Ну, то есть, одного, одних взглядов синхронизации, это самый лучший вариант и для крепости семьи, и для того, чтобы у детей была чистая ряда. И для того, чтобы у вас понятная картина, с понятной самоидентификацией, да. И основной фактор, который влияет на то, что евреи вообще сохраняются, это барак Сибири, ее сбалит профессор, да. Ты сказал, что это не двусмысленная еврейская самоидентификация, а смешанный брак – это краеугольный хамень в рождении еврейского народа, в принципе. Это все самые-самые выжимки из того, что мы с вами прошли. И, в общем-то, в результате всех исследований, плюс-минус, там, например, самое первое, что я приводил, только 10% детей из смешанных браков с артифицируют себя евреи, и 70% из еврейских браков. То есть, это реально колоссально. То есть, получается, что, в общем-то, не еврей плюс еврей, получается, не еврей, да, в последствии, то есть, это происходит, это размывание просто потому, что нас очень… просто потому, что значит очень мало. Мы обсуждали тоже тему свиданий, да, что люди думают, что их как бы… Даже есть много людей, у которых есть вот эта вот тема, что, ну, еврейский брак – это классно, но повскочаться-то в чем проблема? Мы обсуждали, что твои действия, они не выстоят под твоими собственными… Твои чувства и установки не выстоят под твоими собственными действиями, потому что именно так меняются нормы в голове у человека, что он что-то делает, и потом меняется у него внутреннюю норму, да, на примере денег мы это разбирали. И теперь, да, Теннис Преггер сказал, что все аргументы, которые были выше по статистике и так далее, они мало релевантны по-настоящему, потому что весь вопрос, нужен ли еврейский брак, это в первую очередь вопрос того, важен ли то, что стоит за ним, а именно еврейство и Тора в частности, да. И теперь поэтому для того, чтобы понять, зачем нужен еврейский брак, в первую очередь понять, зачем, ну, в чем фишка Тора, что она нам не дает. Эти мы занимались с вами в конце, ну, добро, не помогло. То есть, во-первых, мы выяснили, да, что это дедлайн, то есть это точка невозврата, так это такая, как кожа на теле, то есть переступил эту точку, уже вернуться оттуда невозможно, да, то есть это конец, это что, красные черта, то есть здесь уже нет у тебя не только Торы духовности Бога, а у тебя уже нет и Фильд и Фишка, уже на Гилл и Энштей Бауэйнштейн тоже еврей. Теперь, в чем фишка Тора мы выясняли, и мы здесь почерпнули четыре вещи. Это истина, да, то есть этим мы занимались, там, еще на первом виде Лоурас Келлимана, про эту разгадку, идеалы и нормы, которые изменило весь мир, какие нормы есть. Вот у нас наслаждение духовное, что цель всего этого мира, который Бог поставил перед нами, это наслаждение, и самосовершенствование, то есть чем занимается каждый еврей, это то, что развивает себя, то есть это с точки зрения истины и с точки зрения, скажем так, выгоды, да, это прям с точки зрения выгоды и с точки зрения, то есть это все четыре ценности, на которые люди реально готовы поставить свою жизнь сегодня, это то, на что не стыдно написать на памятник. Весы в конце мы такие сделали, да, что на одной чаше весов у вас получается вся вот эта торроги, реальная история, ну вообще все, что связано с рейсингом, бесконечности, вечный мир, плюс какой-то более крепкий брак, сильно более крепкий брак. На другой стороне весов получается, что может быть там что-то, какой-то брак, какая-то любовь, 60% разводов и ничего там из всего, что мы перечисляли, из всех мечтяков, которые идут, из всех бонусов, которые идут еврей. То есть, ну, в общем-то, выбор достаточно понятный. Единственная проблема – это то, что нужно переложить к хипу в себя. Вот, мне кажется, это единственное, что сложно. То есть, иудаизм бесценен, да, и нужно, прежде чем как его выкидывать, нужно хотя бы узнать, что это, да. Теперь, что делать мы с вами выяснили? Самое важное, да, наверное, практика – переехать туда, ну, то есть быть там, где есть евреи, потому что евреев очень мало, так как ты их не найдешь, если ты не будешь плюс-минус в капельной среде, переехать туда, где несут, или просто ходить хотя бы туда, где-то плюс, шедух, шедух – заходит много проблем и по личным взаимоотношениям, и по техническим, то есть евреев. И самое главное, что вопрос, получается, того, важен ли брак – это вопрос самоидентификации. То есть, для того, чтобы была еврейская самоидентификация, можно получить теорию и понять ее важность. В общем-то, каждый, кто этим занимается, он в итоге понимает, что ее важность и исключение особо не знает. Супер! Все! Стать по-моему! Продолжение следует...